Издательство «Эксмо». Карен Маквесчин. «Лунное дитя». Джессике Фогельман. Непревзойдённому редактору. Глава первая. У Морган сегодня день рождения. Прошло уже три года, но Венди казалось, что её дочери всё ещё восемнадцать. Именно столько ей было, когда они поругались, и Морган в гневе вылетела из дома с рюкзаком на плечах. На прощание она крикнула матери. «Как же ты меня достала! Иди к чёрту!» Эдвин считал, что Морган вернётся. Но у Венди в тот день было плохое предчувствие. Они с дочерью в последнее время часто ругались. Основной причиной скандалов был её парень, Кит. Он и её новые друзья был намного старше Морган. Их дочь и без того была трудным подростком. Но всё стало только хуже. С тех пор, как она связалась с этой компанией наркоманов. Она познакомилась с ними, когда устроилась на работу в какой-то зачуханный бар в деловом квартале. Восемнадцатилетняя девушка, которая работала по ночам, просто не могла не попасть в неприятности. Венди и Эдвин были совсем не в восторге, когда дочь рассказала им, что устроилась работать помощником бармена. Венди вообще сомневалась, что это законно. «Ты ещё несовершеннолетняя». Примечание. В Америке в зависимости от штата человек может считаться совершеннолетним только по достижении 21 года. Заметила она. «Тебе не то, чтобы работать. Тебе даже заходить туда нельзя». «Ты же сказала, что если я не пойду в колледж, мне нужно будет самой обеспечивать себя», огрызнулась Морган. «С чаевыми моя зарплата в три раза больше, чем в магазине. А тебя ещё что-то не устраивает?» Она умела использовать слова матери против неё самой. И это выводило из себя. У Венди был миролюбивый характер, но Морган была решительно настроена на скандал. Эдвин вмешиваться отказался. «Пусть она переживёт этот этап. Ей это надоест. Она поймёт, что эти люди ничего не добьются в жизни. Мы воспитали её правильно. Она вернётся к нам. «А если ей не надоест?» Спросила Венди. «А если она к нам не вернётся?» «Венди, выбор у нас невелик. Она взрослый человек. Чем больше ты будешь на неё давить, тем больше она будет сопротивляться. А если мы постараемся вести себя спокойно и время от времени будем перекидываться с ней парой слов, она вернётся к нам, когда будет готова. Поверь мне, это временно». И Венди уступила. Хоть и всей душой чувствовала, что не нужно этого делать. Из них двоих именно Эдвин был более уравновешен и непредвзят. Кроме того, он преподавал в колледже и общался с ровесниками Морган каждый день. Можно сказать, он был экспертом по 18-летнему. В глубине души Венди знала, что он ошибается. Но Эдвин говорил так уверенно, что она начала сомневаться в себе. Как оказалось позже, напрасно. Было большой ошибкой не доверять материнскому инстинкту. У Венди не было доказательств, но она нутром чуяла, что её дочь находится под контролем страшных монстров, алкоголя и наркотиков. Характер Морган изменился. Она стала угрюмой и похудела. Худобу, впрочем, она объясняла физическими нагрузками. В подтверждении своих слов она напрягала бицепсы и говорила, «Да это я ящики с пивом из подвала таскала». Как будто это повод для гордости. Как-то раз за Морган заехала её новая лучшая подруга, женщина по имени Стар. Венди никак не могла избавиться от мысли, что всё в ней, её жидкие волосы, налитые кровью глаза и дёрганные движения, напоминает типичных наркоманок. Разумеется, она хотела занять денег. Венди поняла это, слушая, как две молодые женщины шёпотом переговариваются в прихожей. А потом Морган просто ушла. Сначала они думали, что она решила переночевать у подруги. Когда она не пришла на третий день, Венди написала заявление в полицию. В участке к ней отнеслись с сочувствием, но не слишком-то помогли. Технически нельзя было сказать, что Морган пропала без вести. Её последние слова ясно говорили о том, что она ушла по собственной воле. Но полицейские были очень любезны. Они допросили всех подозрительных людей, которые часто появлялись на работе Морган, и попытались найти информацию о её парне, Китти. Но о нём никто ничего толком не знал. И тем более не мог рассказать, где он и как с ним связаться. К своему стыду, Венди внезапно поняла, что не знает даже его фамилии. Она просила дочь сказать его полное имя, но Морган восприняла слова матери в штыки и потребовала прекратить этот допрос. Больше они к этой теме не возвращались. Теперь Венди знала, что спускать это на тормозах было большой ошибкой. Расследование быстро зашло в тупик, но Венди была благодарна полицейским за то, что они сделали хоть что-то. Ради своего душевного спокойствия первый год Венди старалась не сидеть без дела. Она работала бухгалтером в юридической фирме, а после работы расклеивала плакаты, делала телефонные звонки и создала сайт в интернете. Она продолжала звонить Морган на сотовой, пока автоответчик не перестал работать. В телефонной компании ей сообщили, что договор был аннулирован, но другой информации дать не смогли. Она по-прежнему каждое утро проверяла комментарии на сайте, но в них никогда не было ничего конкретного. Заголовок сайта гласил. «Вы видели нашу дочь Морган Дюран? Ниже она поместила калаш из фотографии Морган и описание ее внешности. Рост 167 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темно-каштановые волосы, смуглая кожа». Венди это описание казалось слишком безликим, но вместо того, чтобы добавлять какие-то подробности, она просто написала. «Морган, если ты читаешь это, возвращайся домой. Мы так по тебе скучаем». Столько воспоминаний. С самых первых дней улыбка ее дочери могла озарить весь мир, а ее заразительный смех никого не мог оставить равнодушным. Ее старший брат Дилан обожал ее и все еще обожает. Время шло, и теперь они с Эдвином говорили о Морган только перед сном. Горе и тревоге ей было легче выплескивать в темноте. Хоть Эдвин и отрицал это, но у Венди сложилось впечатление, что он уже не надеется увидеть дочь живой. Он никогда не говорил об этом вслух. Эти слова разбили бы им сердце, но было предельно ясно, к чему он клонит. «Я опустошен точно так же, как и ты, но считая, что мы должны быть готовы к худшему». Венди никогда не будет готова к худшему. Но еще страшнее было неведение, неопределенность. Оно съедало ее изнутри. Иногда, когда она была на работе, то могла несколько часов не думать о Морган. Но еще ни одного дня не прошло без мучительного осознания того, что ее дочь ушла. Дилан предложил всем троим отправить пробирки со слюной в 23andMe и Ancestry.com, чтобы их ДНК была в базе. Примечание. 23andMe – частная биотехнологическая компания, одной из сфер деятельности которой является сравнение генетических данных людей. Ancestry.com – крупнейшая некоммерческая генеалогическая компания в мире, предоставляет доступ к более чем 11 миллиардам записей с генеалогическими данными, включая генеалогические деревья. Просто, на всякий случай. Она сделала это, но ее на всякий случай включало сценарий, в котором Морган впала в кому и оказалась в какой-то больнице. Их ДНК совпали, они примчались к ней в палату, голос матери вывел ее из забытья, и в итоге она полностью поправилась. Когда прошло два года, друзья и родственники перестали задавать им вопросы, зная, что, если бы были какие-то новости, от них не стали бы ничего скрывать. Время от времени в интернете появлялись статьи или видео о людях, которые несколько лет считались пропавшими без вести, а потом воссоединились со своей семьей. Ни одна из этих историй не была доброй. Их герои никогда не были жертвами амнезии. Никто из них не терял связь с семьей по недоразумению. Обычно с ними случались ужасные вещи, которых Венди не пожелала бы и злейшему врагу. Но по какой-то причине люди чувствовали необходимость переслать ей эти новости, как бы намекая, «Видишь, все не безнадежно. Может быть, она еще найдется». Сдаваться было нельзя. Поэтому Венди продолжала поиски в интернете, связывалась с полицейскими, читала комментарии на сайте. Как будто ее усилия могли привести к счастливой развязке. Сегодня, в день рождения Морган, Венди осталась дома. Нужно, чтобы кто-то его отпраздновал, вспомнил, что когда-то в этот день на свет появилась чудесная девочка по имени Морган весом 2 килограмма 800 грамм. Когда Венди увидела ее в первый раз, ей показалось, что на свете нет ребенка милее. Она вспомнила, как в детстве Морган любила наряжаться принцессой, как по пятам ходила по дому за своим старшим братом и как гордилась тем, что на протяжении всей средней школы ни разу не пропускала учебу по болезни. Неприятности начались в старшей школе. Неповиновение, побег из дома. Но даже тогда Венди видела, что под всем этим скрывается ее красивая, умная, забавная дочь. Это временно, говорила она себе. И молилась, чтобы сложный период быстрее закончился. Несмотря на все горе, что им причинила Морган, Венди не променяла бы ее на все сокровища мира. И так продолжалось до тех пор, пока мир не забрал ее у них таким невообразимым способом. В тот день Венди еще раз проверила сайт, пошла в кладовку и принесла оттуда упаковку кексов «Хостес». Морган просто обожала их. Венди купила их специально к этому дню. Венди положила один кекс на середину маленькой тарелки и воткнула в него свечу. Из ящика, забитого кухонной утварью, она достала спички. Чиркнув дрожащей рукой о темный бок коробки, она зажгла свечку, задула спичку и бросила ее в раковину. Поставив кекс на стол, она села перед ним и запела срывающимся голосом «С днем рождения тебя!» «С днем рождения тебя!» «С днем рождения, Морган!» «С днем рождения тебя!» Венди задула свечу и загадала желание. Редактор субтитров А.Семкин» oli